Я не готовился стать мусульманином, нет. Это пришло из-за чего, просто я решил узнать, что такое ислам. Не знал, что такое ислам, но я не любил. Я был невежественным человеком, не хотел даже об этом узнать, но я на каждом углу мог говорить, а мусульмане вот такие вот они. А вот христиане, они лучше. Когда у тебя есть мусульман? Больше пяти лет назад. Больше пяти лет. Да, слава, что так произошло. Я тоже ходил в церковь, свечки стоял. А когда мне просто напрямую задали вопрос и спросили, так а что это за религия христианства? Объясни нам. У меня не было ответа. Они говорят, а как ты можешь делать то, на что у тебя нету никаких доказательств? Тогда я сел за учебник. Когда я открыл Библию, когда я начал смотреть Ветхий, Новый Завет, и заблудился, просто заблудился. Когда я видел Ветхом Завете одно, в Новом Завете другое совсем. А тогда приходил, спрашивал, а как? Как это возможно? Это одна ведь книга, по которой надо жить. Это руководство для всех. Мне отвечали, ты Ветхий Завет не смотри. Здесь Новый Завет. Я говорю, а о чем отличие? Ведь Иисус говорит, не пришел и отменить, что было до меня. Он не пришел отменить закон Моисея. Не пришел. Нет. Все пророки от одного, от Адама, возьмем и заканчивая Мохаммед, они все, все только говорили об одном, поклоняться Богу, поклоняться только Богу. Меня шокировало в первое время, когда я ислам узнал, мне шокировало такие слова, как Аллах, да, шокировало? Да, да. Шокировало, как имена там, Абдурахман, там, Али, там, или там еще Абдуль-Карим. Меня шокировали имена, я их не понимаю, или Абдулла. Абдулла я только знал вот из этих фильмов, которые были. Много солнца костей. Все, а я сути-то как не знал этих именов. Что, допустим, там Абдулла переводится как раб. Раб, Бога, раб Бога. Что может быть лучше? Рабом, Аллах, смотрю, называют, кого рабом? Пророком. То есть это самое лучшее, что может быть рабом. Того Всевышнего, да, или там, Абдулла, раб милостивого. То есть имена-то такие, а не то, что они в себе несут что-то эти имена. А не просто эти имена. Сам это алмаз, алмаз, он чистый, чистый, красивый, прозрачный. Просто этот алмаз, что здесь, зачернели. Зачернели. Масса средств информации. Сам это самое лучшее, что может быть. Ведь она и была, и будет до конца, до конца, до судного дня. Самая лучшая религия. Религия Единобожия. Ислам меня сделал более, более лучше. В плане доброты. В плане каких-то, таких вот, не знаю, человеческих факторов. То есть там, помочь маме, там, больше стал, помогать ей, там, или как-то там, больше с ней времени ей уделяю. Это обязывает ислам. В христианстве я этого не понимал. Просто относился к ней, как к маме. Это больше, чем... А сейчас это больше, чем к маме я отношусь. Это я отношусь к тем, что человек думал мне жизнь. А сейчас, слава Богу, как, аль-хамду-ли-ля, у меня есть жена в исламе. И дети в исламе. Я счастливый человек, счастливая семья. А ислам только доброта. Только доброта. Я больше стал терпимый, стал относиться к людям. И в своей семье, для меня там, женщина стала совсем другой, допустим, мать моих детей, да, моя жена. Я совсем по-другому стал к ней относиться. Она совсем заняла другую нишу, как была, нежели до ислама. Когда я принял ислам, я увидел, что статус женщины намного выше, чем она должна сидеть дома, сидеть с детьми. Нет. И я считаю, что решение вопроса воспитания детей, это только шарят, только законы Аллаху Наталья. Только с помощью них можно решить эту проблему. Воспитание детей и отношение детей к своим родителям. И слава, опять же, повторюсь, это самое лучшее, что я почувствовал за всю свою жизнь.